Наша сегодняшняя тема Учение, так сказать, современное учение о ментальных способностях Тема эта звучит несколько, на первый взгляд, архаично и даже провокационно в каком-то смысле Потому что учение о способностях – это то, чем пугали научные психологи 19 века Приводя его в пример неправильно построенной психологии Ссылаясь на психологию 18 века В которое оно, так сказать, учение о способностях расцвело Но я не буду сейчас в эти исторические вдаваться детали Во многом упреки были несправедливы Достаточно сказать, что никто, в том числе и современных когнитивных ученых, философов сознания Не отрицает, что есть, скажем, отличия между восприятием, допустим, и воображением Между воображением и интеллектом Между интеллектом и волей, к примеру И эти слова употребляются То есть здесь, это, собственно, все, что нужно допустить, чтобы на эти темы мне порассуждать Единственное могу сказать, что и в 18 веке вовсе все не сводилось к объяснению ментальных феноменов Ссылками на то, что есть такие способности Вот почему мы воображаем Потому что у нас есть способность воображения И вот вроде бы на этом можно успокоиться Никто так никогда не рассуждал А просто выделяли определенный класс, допустим, ментальных данностей, фантазии А потом психологи того времени пытались установить законы, так сказать Которые применимы к этой области Их называли законами воображения То есть это были вполне содержательные исследовательские программы Ну вот, это первое, что я хочу сказать Второе, почему, собственно, мне эта тема кажется интересной Да потому что именно в этой области очень много произошло Очень много было сделано открытий за последнее время В этой области, которая находится на стыке между кабинетной, заметьте Философией сознания и экспериментальными науками Философия здесь может пригодиться для истолкования в том числе И прежде всего, может быть, даже весьма необычных Порой даже шокирующих данных Которые были получены новейшими экспериментаторами Ну вот, давайте просто пройдемся по этим способностям И посмотрим, что было здесь сделано Ну вот, если говорить, допустим, о восприятии То среди прочего выяснилось, как плохо мы понимаем На таком обыденном уровне самих себя Как воспринимающих существ Как плохо мы понимаем, как работает восприятие Было, к примеру, показано, вот в частности В случае со слепым зрением, так называемым Открытым Николасом Хамфри В свое время Было показано, что Скажем, можно видеть предметы То есть воспринимать предметы Не осознавая То, что они видятся нами То есть для самого человека Может быть неожиданным, как было показано То, что он видит что-то в данный момент И наоборот Было продемонстрировано, что человек Может смотреть На какую-то сцену Скажем С большим вниманием За ней наблюдать И при этом не увидеть Каких-то Важных событий, которые здесь происходят Не то, что, допустим, эта сцена находится На периферии его восприятия Нет, можно вот прямо смотреть Тут можно сослаться на разные аргументы У нас к лекциям будет присоединена литература И вы можете посмотреть В деталях сейчас у меня нет возможности Подробно об этом говорить Но я вот имею в виду в частности Знаменитый эксперимент Саймона С коллегами Невидимая Горилла И так далее Если мы говорим о памяти То Здесь было показано Возьмем следующую Важную Когнитивную способность То тут Пожалуй, главный результат Демонстрация того Насколько Часто И систематически Даже память Нас обманывает Если вы Сомневаетесь в этом Можете проделать Многократно воспроизведенный эксперимент Вот произойдет что-то важное Допустим, приятное какое-то событие Запишите Свои воспоминания На следующий день Или даже сразу После того, как оно Произошло Это яркое будет Воспоминание Оно будет Храниться у вас в памяти Вы часто будете к нему Возвращаться И вам будет казаться Что вы помните Все в точности Так, как было А теперь Через год Опять Ваше любимое Воспоминание Запишите И сравните Запись, которую вы сделали Сразу после события И через год И вы увидите Удивительные вещи Как много изменилось В вашем воспоминании Как сильно Оно оказалось переделанным Идем дальше Воображение Здесь Один из важных результатов Последних десятилетий Демонстрация Так сказать Того Сколько Информационно Бедны Могут быть Наши фантазии Эти темы Любят рассуждать Не только Когнитивные ученые Но и философы Одна из Любимых тем Дэниела Дэнета Увидеть Эту Бедность Наших образов Можно таким Способом Можно попросить Представить что-то Ну допустим Зебру Вообразить Зебру Представьте Ее как можно Более ясно И отчетливо Вы это сделали А теперь я спрашиваю Сколько полосок Вы видите И люди Очень часто Как-то такой Вопрос задается Оказываются в тупике Они не могут Сосчитать Полоски На воображаемой Им зебре Хотя Кажется Что они очень ясно И отчетливо Ее представляли И стало быть Могли бы Это сделать Ну и другие Замечательные Результаты У нас Такой Очень беглый Экскурс В этой Лекции Интеллект Здесь Как мне кажется Один из самых Интересных Результатов Демонстрации Опять же Того Все это Экспериментально Было показано Как Часто мы Обманываем себя Говоря о собственной Рациональности Вот казалось бы Мы рассуждаем О чем-то Принимаем Взвешиваем Разумно Чтобы принять Оптимальное Решение Какие-то варианты Но если присмотреться К тому Как Мы это делаем То окажется Что очень часто Нами руководят Эмоциональные Соображения Вот могу Отослать недавней В прекрасной книге Эдмонса О толстяке Где это В очередной раз Масса других Текстов Может быть Приведена Показана Вот Можно Задать человеку Один и тот же вопрос С той же самой Логической структурой С тем же самым Содержанием Концептуальным Но лишь немного Его переформулировать То есть Логическая структура Останется той же А вот Формулировка Может быть Немножко другой И люди по-разному Взвешивая Просто рационально Те или иные варианты Будут по-разному Их оценивать Их оценивать Обратимся К теперь Практическим Так называемым Способностям К воле Волевым Способностям Но здесь Мне кажется Наиболее Интересный Результат Связан С расшатыванием Нашей Результат Исследований Последних Десятилетий Расшатыванием Привычной Картины Так сказать Возможности Волевого Влияния На организм Наш Мы привыкли Что какие-то Функции Биологические Они В нашей власти Так сказать Вот я могу По желанию Так сказать Размахивать Например руками Говорить Или замолчать Я могу дышать Чаще Или Наоборот Замедлять Ритм Ну вот Скажем Большинство Людей Считало Что Собственно Все считали Что Другие функции Ну Не могут быть Вот так Изменены По нашему желанию Скажем Чистоту сердцебиения Напрямую Считалось Нельзя Можно конечно Представить Любимого человека И тогда сердце Забьется Чаще Но это такое Читерство Своего рода А вот напрямую Так же как Напрямую Я могу Поднять руку Я сердце Считалось Не могу Ускорить Или допустим Нагреть палец Усилием Или руку Усилием воли Кажется Что это из области Фантастики Или это доступно Как некоторые считали Каким-то йогам Вот загадочным Восточным Мудрецам На самом деле Вот как было показано Любой человек За 20-30 минут Может научиться Все это делать Достаточно просто Получить Обратную связь Вот если вывести На монитор Показатели Частоты Биения Моего сердца Или даже Температуру Вот еще более Фантастичный Пример руки И чтобы я видел В реальном времени Эти флуктуации Небольшие Которые происходят И вот я буду Смотреть на монитор 10-20 минут Ничего не делая Так сказать Просто Как бы наблюдать И вдруг Я осознаю Что я могу Менять Эти показатели Устанавливается Хитроумная Корреляция Мы как бы Это Обратная связь Монитор Так сказать С показателями Выступает Свою роду Увеличительным Стеклом Позволяющим Нам установить Внутренние Корреляции И влиять Соответственно На эти процессы Вот понимаете Вот все Эти вещи Можно Суммировать И другие Массы других Можно суммировать Одним образом Новейшие эксперименты Показали Как плохо Мы понимаем Самих себя И Показали Что в каком-то Смысле Наша Саморепрезентация Наше представление О самих себе Иллюзорна Вот Это первый Важный результат И этим Воспользовались Философы Тот же Денит К примеру Делающие Следующие шаг И говорящие Что в целом Сознание Это иллюзия И представляет Оно Представляет Собои что-то Совершенно другое В действительности Не то Что Мы думаем Так сказать Интерспективно Заглядывая В самих себя Еще один важный С этим Можно спорить Но Основанием Столь популярных Ныне Рассуждений О сознании Как иллюзии Служат В том числе И такие данные Другой Важный Результат Для философии Связан С одной Модной теорией Которая возникла Из Рассмотрения Различных Способностей Из так называемой Модульной Теории Анализируя Эти и другие Способности Когнитивные Ученые Лингвисты Хомского Здесь обязательно Нужно Вспомнить Все чаще Приходить К выводу Что Наши Когнитивные Иные Способности Устроены Наподобие Таких Компьютерных Блоков Каких-то Модулей Или Такая Вот Может быть Метафора Лучше Они Наши Способности Представляют Некий Набор Специализированных Программ Каждая Из которых Служит Выполнению Строго Определенных Каких-то Функций Узко Специализированных Функций Нет У нас Говорят Сторонники Этого Взгляда Честно Пинкер Может быть Самый Стивен Пинкер Крайний Представитель Вот этого Модулярного Движения Они говорят Нет у нас Разума Вообще Так сказать Скажем Вот нет Единого Механизма Решения Любых проблем Нет Этого Ключа От всех Дверей Нет Проблемы Которые Перед нами Опознавательные Стоят Отмыкаются Разными Ключами Если это Допустим Математическая Проблема То за нее Отвечает Математический Блок Если Это Лингвистическая Проблема То За нее Отвечает Лингвистический Модуль И так далее Поэтому Если Какой-то Из этих Модулей Выйдет Из строя В нашей Познавательной Активности Будут Поразительные Провалы В целом Мы будем Оставаться Разумными Существами Но в какой-то Одной Области Окажемся Совершенно Беспомощными Как тот Герой Сакса Который Вроде бы Был Так сказать Нормальным Человеком Но Путал Жену Со шляпой Вот Вел себя Прекрасно Вот Когда надо Было Отождествлять Людей Идентифицировать Его Когнитивная Система Давала Сбой Неврологи Массу Подобных Случаев Могут Вам привести Так вот Один Философ О котором У нас Тоже Была Лекция Колин Магин Сделал Из Вот Этого Представления О Модульной Теории Сознания Вполне Определенные Скептические Выводы Если Наш Разум Это Совокупность Частных Вот Таких Программ Частных Специализированных Алгоритмов То Вполне Возможно Что Для ответа На Медофизические Философские Вопросы У нас Нет Попросту Нет Может Не быть По крайней мере Специализированного Модуля И тогда Мы Вот В этих Вопросах Будем Вести себя Так же Как Люди Которые Не могут Вследствие Каких-то Травм Решать Классы Определенные Классы Интеллектуальных Задач То есть Вот Допустим Вопрос Соотношения Ментального И физического Может быть Сам по себе Не сложным Но если У нас Нет Соответствующего Модуля Когнитивного Для Решения Этой проблемы То мы Мы будем Когнитивно Замкнуты Беспомощны Есть И другие Интересные Пересечения С сугубо Философскими Темами Но еще раз Хочу сказать Заключение Этой Лекции Что Традиционное Несправедливо Часто Умолявшееся Учение О способностях Ментальных Получило В наши дни Новую жизнь И Это Одна из тех Областей Где происходит Исключительно Плодотворное Взаимодействие Философии Сознания И экспериментальных Наук